Доброе грибное утро! В лесу опять мы. Я сегодня с Викторией. Приехали мы. Такой вот красивый лес свой любимый. Вика там что-то уже нашла. Нашла что-то? А что маленький? Кого? Император нашла. Сейчас мы пойдем посмотрим, что у нее там. В общем, приехали мы в такие уже. Начались у нас жаркие дни достаточно. Сейчас нагребем, потом возьмем немножко перерыв. На солнышке спрятался какой классный. Ура! Твой первый, да? Да, маленький. Ох ты! Император пурпурно-розовый. Смотрите, отличие его от сатанинского гриба в том, что всегда его ножка будет желтая с такой вот сеточкой. Его шляпка, она не бледная, как у сатанинского гриба. Она обычно там у него белесая такая вот. А у этого императора пурпурно-розового всегда она будет такая вот с розовинкой. Такая бурая, но красивая. В разрезе оба гриба в принципе синеют. Но отличие в том, что... Хорошенький. Да, хороший грибок. Отличие, во-первых, да, в свете всегда. У сатанинского ножка всегда будет красная и шляпка бледная. Это посинела. Они синеют всегда, да, оба гриба. У этого желтая ножка и розоватая шляпка. Все. Гриб этот всегда нужно проваривать очень хорошо. Он достаточно плотный. Он выдерживает длительную тепловую переработку. Поэтому мы этот гриб берем с удовольствием и уже маринуем, закручиваем по своему вкусу наподобие белого гриба. И мои первые находки, смотрите, тоже спрятались под кустом. Я думаю, что это тоже императоры. Они предпочитают, вот смотрите, расти вот такую вот именно засушливую погоду. Попробуем их срезать сейчас. По-моему, ветку вросло. И посмотреть. Да, это они. Смотрите, какой хороший грибок. И чистый. Они всегда чистые, даже несмотря на то, что на улице жарко. Смотрите, какие классные. Вот один, получается, два мне встретилось. И вот чуть меньше второй такой же. Ой, отлично, я прям счастлива. Вот мы за ними сегодня и приехали. У меня сегодня прогулка будет им и посвящена императору. Планирую очень много закатать в этом году этих грибов. Вкусные. И я отвариваю их всегда. Во-первых, я их хорошо промываю. Перед отвариванием режу на крупные куски. В воду добавляю соль и лимонную кислоту. Отвариваю. Они становятся такими внутри. Кстати, варю либо, если вот такой гриб крупный, то делю где-то вот частей на 8, чтобы они были достаточно крупные кусочки. И там при желании потом можно их порезать. Либо, если гриб молодой и маленький, то целиком. С добавлением лимонной кислоты, тогда вот они после отваривания получаются ярко-лимонного цвета. Очень красивые. И в баночке они будут просто великолепно смотреться. В августе мы обычно всегда берем недельки две, а то и три перерыв. Потому что август для нас месяц такой достаточно засушливый. И поэтому мы даем лесу немножко передохнуть. В конце месяца уже проявляются потом хорошие грибы. Но если пройдет опять-таки дождик. Лес очень сухой достаточно, но это не мешает расти таким грибам. Например, как император боровик пурпурно-розовый. И печеночница наша любимая, которую мы тоже с удовольствием берем. Она годится как для маринования, для консервирования и так далее. В общем, все что угодно можно делать с этим грибом. Гриб достаточно кисленький и требует вымачивания. Либо хорошего промывания под проточной водой. А далее проваривания. И вот сейчас я обнаружила тоже достаточно молодую осадь печеночного гриба. Которую уже в принципе можно срезать и взять с собой. Гриб этот правда напоминает орган печени. На срезе его сок проявляется таким вот розовато-красноватым оттенком. Его не спутать ни с каким другим грибом. Он очень мягкий и сочный. Берем. На моем пути еще встретился один гриб. Боровичок. Пурпурно-розовый. Другими словами император по-нашему. Заберем его. Он хороший. Немножко просверленная шляпка. Но мы уже дома будем обрезать и смотреть. Чтобы довести, оставим его целым. Ножка у него достаточно чистая. Моментально синеет на срезе. Видите? Вот ножка. Видите? Она такой вот сеточкой покрытая желтая. И к основанию она краснеет. Губка у него колеблется. У молодых особей красноватого цвета. К более взрослому состоянию она желтеет. Четвертый грибок на моем пути сегодня. Он достаточно уже большой. Ножку сейчас срежем. Но чистый. Смотрите, идеальный. Идеальный грибок. А размеры просто впечатляют. Достаточно пригодный даже в этом возрасте экземпляр. Тоже его возьмем. Это четвертый сейчас уже на данный момент. Как интересно спрятался печеночный гриб. Смотрите. Из дупла. Скоро вылезет. Очень даже неплохой гриб. Молоденькие такие. Вот прям вот хочется взять. Не берем же их обычно. Но они все такие чистые, свежие. Смотрите. Как мимо таких можно пройти? Замечательнейшие сыроежки. И вот, кажется, на одной поляне я тут увидела не три, а вот еще одна. Чешу, читаю, сыроежка. И тут вот еще одну я увидела. Интересно, она будет хорошего качества или нет. Проверим сейчас. Ну вот прям хочется мне их взять. Хотя ругаю себя каждый раз, не беру их. Потому что их трудно транспортировать. Нет, это сыроежка плохого качества. А здесь вот еще одна спряталась маленькая. И эта плохого качества уже она пожеванная. Видите его? Вот он. Красавец. Таких красавцев видно вообще издалека. Уже и глаз на них подточен. Интересно, целый, выжил, дождался. Рядом какой-то гриб, кажется, маховик, наверное. Нет такой же. Такой же император, но все, он сдулся. А ты дождался нас? А, это дубовичок. Это даже не император. Но чистый, смотрите. Сейчас срежем ножку. Посмотрим, что у них там дальше. Чистяк. Или я такой, наверное, не довезу. Чистый, вы знаете, чистый придется взять. Грех не взять. Чистяк. Просто чистейший. Так что возьму. Ура. И здесь на полянке какой-то грибок. Сейчас тоже посмотрим. Наверное, тоже дубовичок. Здесь дубовая полянка. Какой тугой прям. Ага. Дубовик. Твердый такой, интересно. Чистый внутри. Чистый. Нога немножко похвасанная. Ну, чистенький. А вот какие необычные грибы. Хотела вас с ними познакомить. Очень красивые с виду. Такие вот оранжевые, симпатичные. Этот гриб называется гемнопил юноны. Очень похож на опята кому-то. Да, вот похоже. Вот можно спутать. Потому что у них есть юбочка. Они такие вот наподобие что-то между паутинниками и опятами. Ну, это как бы на мой взгляд. Этот гриб горький. Гемнопил юноны. Оставим их здесь. Предпочитают они у корней расти. Либо на валежнике. Либо на пенечках. Вот такой вот грибок. Семейка, видите, из четырех штук. Иду нашла вот опята. Наверное, могут быть уже староватыми. Кажется, как будто старые на вид. Сейчас достанем их, посмотрим. Ну-ка, идите сюда. Мне кажется, там они уже все. Хотя, ну, ножки, может быть, и белые. Нет, ну, такие грибы уже брать не надо. Они уже трехлявенькие. Смотрите, ну, просто шедевр природы. Еще один боровичок в мою коллекцию. Шикарный. Мясистый. Крепкий-крепкий. И сочный. Вот уж утро действительно доброе, когда оно начинается вот с таких вот грибов. Опята сочные, классные, чистые. Видите? Светлые шляпки, светлые ножки у основания темнеют. Возьмем. Какая сегодня приятная встреча. Несмотря на то, что слой яичных царских грибов отошел, еще единично кое-где встречаются эти грибочки. То есть, с десяток можно, в принципе, смело найти. Несмотря на то, что это мухомор из разряда аммонитовых, этот гриб встречается здесь у нас в крае достаточно часто. Особенно вот август, конец июля, начало августа, их идет первый слой. Эти грибы очень вкусные. Они очень полезные, питательные. Как и все мухоморы, они растут, естественно, из яйца. Я вам сейчас покажу. У этого гриба есть брат, может сказать, близнец. Тоже почти так же выглядит, но произрастает он в основном на Дальнем Востоке. Тоже царский гриб, он зовется, но дальневосточный. Наш гриб ничем от него не отличается. Он такой же вот по консистенции, по внешнему виду, по аромату, абсолютно один в один. Эти грибы употребляются в пищу полностью, кроме вот этой вот белой оболочки. Белая оболочка удаляется. Гриб можно, некоторые в Италии даже, я знаю, едят в сыром виде, добавляя его в салат. Мы обычно его не отвариваем, а сразу кладем на сковородку, в жарку он идет. Я, например, их консервирую. То есть консервирую я как? Обычно грибы первый раз провариваются, царский гриб в этом не нуждается. Этот гриб можно помыть, почистить и сразу уже добавлять в рассол. В рассоле он немножко покипит, и тогда можно раскладывать по баночкам. Вот тогда он почти не теряет своего цвета. Сироп в баночке остается такой вот золотисто-оранжевый, как его шляпка. А если проварить его перед этим, то, конечно же, шляпка полиняет, и она станет такая вот бледно-желтого цвета. Гриб очень полезный, очень вкусный. Гриб отличается от поплавка шафранового тем, что ножка его желтая, у поплавка она белая. Шляпка у него, видите, такого цвета необычного, оранжево-красноватая. Пластинки под шляпкой всегда у него желтого цвета, густые достаточно. Хороший грибок можно взять. Берем. На опушке, почти где нет деревьев и травы, нашла еще один император. Хороший такой, крепенький. Ну все, сегодня точно имперский день у нас, смотрите. Ого! Вообще размеры впечатляют. Закроем ямку. Соберем листочки. Прямо наш припылился, бедненький стоял. Потому что здесь открытая поверхность. Так, кладем пока сюда, сейчас я его обрежу. И вот сюда поворачиваюсь. Тоже, если бы один не видела, второй бы точно не заметила. И вот тут вот еще один спрятался. Также, видите, на опушке, на светлой поверхности. Вот еще один вот такой вот грибок. Замечательно. Ямку присыпем и кладем в корзиночку. Шикарные, просто нет слов. Бомба. Здесь у нас берестовые заросли. И здесь я тоже нашла какие-то грибы. Тоже сейчас посмотрим, что это. Мне кажется, это на маховичок больше похоже. Мне кажется, и старый. Да, маховик. Пускай размножается. Но это еще не все. Я нашла тут несколько грибов. Рядышком вот поставила свою корзинку. Здесь малыш спрятался вот такой. Вот смотрите, какой красивый прям. Прям сказка. Боровичок. Пурпурный. Вот такой вот прекрасный. Красивый грибок. Но это еще не все. Поднимаю голову. А вот там мне мерещатся опята. Сейчас проверим. Они? Да? Вот они немножко староватые. Это же ссыхающиеся опята. Поэтому они такие должны быть. Немножко суховатые. Ничего таким можно взять. Видите? Еще ничего. Возьмем. Еще один экземпляр. Яичный гриб. Жарковатый им, конечно, уже. Но все равно, видите, это второй уже за сегодня у меня. Яичный гриб у нас, наверное, будет сегодня Вика консервировать. Слышите, Вика говорит, один маленький и шесть огромных, говорит, нашла. Возьмем. Вольву мы оставляем прямо здесь, в лесу, потому что нет смысла везти с собой. И колечко, пожалуй, я тоже сразу отберу, чтобы лишний груз нанести. Красавец просто шикарный. Чем похвастаешься? Какой я вижу один большой гриб. Ничего себе. Ого. Думаете, старый? Ох ты. Интересно, кто это? О, это был белый. Ты что? Это белый гриб был, какой большой. Видали, какой? Вот это размерчики. Но мы на них опоздали. Сейчас мы ему придумаем какой-нибудь способ размножения. Шикарный был балет. Был досплыл. Ну ничего, поможем ему переродиться в новые грибы. Пускай. Размножается. Так, встретила я Викторию. Что там у нее? Ух ты. Ну ничего. Так смотри, императора сколько. Ох, класс. Симпатичные. Бомбовские, бомбовские. Вика будет сегодня запекать, а мы потом покажем вам этот рецепт. Там штук 6-7 таких крупнейших. Ну неплохо за часик по лесу. Смотри, какой. А вот этот какой. Вот этот интересный. Ой, вообще. Такой с деткой. С деткой. Это мальчик. Ты же видишь он какой. Ага. Крепенький. Гриб даже не мальчик, дедушка. Ну шикарно. Смотри, сыроежки у тебя помнутся. Надо бы их повыкладывать в ведерко. Я вот их перекладывала. Нам бы, знаешь, вообще ведерко для сыроежек отдельно сделать. Ну вот я внесу два, чтобы было. Ну и вот и у меня тоже в корзиночке. Да, а у тебя вообще опятки классненькие. Вообще вот эти вот. Я их не снимала, а вот такие вот попались. Ой, вообще классные. Шикарненькие, молоденькие. Сыроежки всякие брала. Смотри, они все чистые. Даже вот таких парочку положила. Фиолетовых. О, вообще классные. Такие толстенькие. Красивые тоже, да. Ну а здесь у меня чисто императорская корзинка. Ага. А вот еще маховички. А, маховичок один был хороший. В основном маховики все отходят, уже все. Я не нашла хороших. Специально для вас сорвала вот такие вот грибы. Этот гриб называется мухомор серо-розовый. Гриб съедобен. Как и цезарский мухомор. Этот гриб можно брать. Он хорошо идет в маринад, в жарку. То есть, смотрите. От пантерного мухомора, который по своему виду тоже напоминает этот гриб. Он отличается цветом шляпки. Она с розовинкой здесь идет. Вот смотрите, видите, розовинка проскакивает. Может плохо видно, потому что здесь такой вот тенек заросля. Ну, как мы распознаем этот гриб? Ножка у него всегда будет розоватая. В отличие от второго экземпляра, который ядовит пантерный. Тут будет у него все равно беловатая ножка. При срезе или сломе внутри гриб кровоточит немножко. Видите, тоже розоватый у него сок. Также при разламывании пластин этот гриб тоже будет розоветь. Вот смотрите, видите, видно на сломе. Ножка у него, как и у всех мухоморов, булавовидная. Также имеется кольцо на ножке. Вот видно, что он розовеет на сломе. В принципе, да, можно и зонтиком спутать, но это не страшно, потому что есть такие зонтики, которые тоже краснеют на сломе. Можно взять серорозовый мухомор и приготовить его. Считается тоже достаточно неплохим последним четвертым сортом гриба. Разбросаем его, пусть распножается. К сожалению, уже отходит на данный момент серорозовый мухомор. Уже встречается очень редко. Но гриб, тем не менее, хороший. Можно будет взять, если найдем хорошие экземпляры. По своему составу также гриб полезен всякими веществами. И, кстати, знаете, все мухоморы в себе несут что-то хорошее. Как красный мухомор. Он широко распространен у нас в лечебных профилактических целях. Настойки из порошков сушеных мухоморов часто употребляются сейчас в народной медицине, да и вообще в лекарственных всяких целях. Так что никогда не поздно не съесть, но взять его для каких-то медицинских лечебных настойчиков. Какой крепыш! Ух, какой! Какая нога! Смотрите! Шикарнейший императорский! Ой, бомба! Я прям в восторге! Шикарные сегодня, да, грибочки? Грибочки, любящие как раз расти в такую погоду, в жару. Класс! Нашла один царский, но зато какой, смотрите! Ой, какой большой, классный вообще! Видите, какое огромное яйцо у него, из которого он вышел? Нога какая? Сантиметров, наверное, 15 будет. И в диаметре, наверное, сантиметров. Ну, больше 10 точно. Шикарная особь! Ой, ну вообще класс! Вот такие грибочки сейчас, они все раскрытые идут, уже в яйце их почти не встретишь. Такие грибы еще лучше брать, потому что в раскрытом виде уже точно не ошибешься, что это не какая-то небледная поганка, которая в яйце очень похожа на царский. Вот прям вот идеально. Пока идем, встретилась печенка, еще немножко опят, цезарь один, один подберезовичек даже встретился. Такой вот зеленая сыроежка в основном преобладает. Мне даже попался один белячок, представляете, смотрите, какой такой прям весомый достаточно, ну взрослый, но чистый, прям, гляньте, чистейший. Видно, да, что чистый, бесчервоточен. А здесь я напала на след вот такого вот гриба. Давайте посмотрим, что это, такая бледная шляпка, но это не сатанинский гриб. Это дубовик оливково-бурый, посмотрите, какой. Точно не сатанинский, потому что у сатанинского полностью ножка будет вишневая. А здесь такая она в крапинку. Царь, очень приятно. Хороший грибок. Вышла на лужайку, а здесь спрятался, смотрите, кто. О, здравствуй, мой хороший. Белый гриб, бронзовый, да, по-моему, еще и свежий какой. Давайте попробуем выкрутить его. Хрустит-то как. Ой-ой-ой, наверное, чистый. Вот это лес сегодня меня дарит. Смотрите, какой. Просто чистый гриб, классный какой. Ура. Где мой нож сейчас, я обрежу его корешок. Вот это да, Вика будет в шоке, когда увидит. Ну, давай окажись чистым, пожалуйста. Ай, ты чуть-чуть. Чуть-чуть. Ну, да. Ну, ладно, я его дома все равно обрежу. Все равно он такой красивый. Наверняка шляпка будет чистая. Ой, ну я в восторге. Просто смотрите, какой. Вообще. Сдалека запримедила императора. Смотрите, какой он красивый за листочком спрятался. Вот, большой такой. Шикарный. И рядом маленькая сыроежка. Зеленая. Зеленоватая. Вот она. Тоже чистая, хорошая. Какой шикарный гриб. Размерчик прям впечатляет. Вот, у нас грибники нам встретились, кстати, здесь. Товарищи наши ходят. Ну, чистый грибок берем. Я пока шла к викиным ведрам. Смотрите, какие здесь грибы у него шикарные. Там полно. И какие здесь. Прямо император здоровый такой. У него тоже попался один бронзовый. Чистейший балет. Смотрите, я сейчас нашла вот такой вот один яичный. Тоже в моей корзинке уже прибавилось. Вот корзиночка. Вот там ходят грибники. Встретили мы прям трое с ведрами. Ладно, лес большой, грибов всем хватит. Вот, смотрите, какие вики попались. Прямо на дорожке. Прямо помидорки. И второй тоже вот один маленький. Показывай. Ага. Все. На пальцах общаемся, чтобы не завлекать сюда грибников. Ой, я вижу их отсюда. Ой, какой большой. Так. Вижу, вижу. Ага. Вот он. Сорвать тебе? Сорвать тебе? Забираем тогда. Ох, шикарный один. И вот тут второй. Ура. Значит, яичные еще нас не покинули. Мы тоже хорошие. Ямку прикроем. Ну вот они. Красавцы. Два штучки. Интересно, может, еще где что попадется? А глаза так и рыщат, рыщат. Хочется ж еще. Сейчас еще пробежимся в эту сторону. А? А вот еще одна яичковина начала. Ну да, жалко. Родиться. Держи, обрезай их. Хорошие. Липочки. Спасибо лесу. Класс. Еще один красавец. Шикарный. И Вика тоже говорит нам, императора нашла. И я. Шикарный. Поистине имперские дни сегодня. Тут один сыроежка одна спряталась. Один император. И здесь один пейзаж прям. Картина под палочкой. Красавчик. Ну уж далеко, поэтому буду так доставать, выкручивать. Сыроежка хорошая. Ох ты, один император. И второй. Ой, шикарные. А тяжелые какие вообще. Совершенно молоденький грибок. Тоже боровичок. Тоже боровичок. Он футно-розовый. Замечательный. Кладем в корзиночку. Пора пакет доставать. Смотрите, какая прелесть. Один. Прям семейка попалась мне. Один. Так, обойдем веточку. И вот еще. Это папа, мама и сыночек, видимо. Тоже хорошенький. И этот прелестный. Как мы вовремя вообще. Смотрите, какая прелесть. Первый заход наш. Ведерко ассорти. Тут дальше у нас императоры в корзиночке. Одна сыроежечка затесалась. Сюда ее переложим сейчас. Сыроежки хорошие. Все чистые, зеленые. У меня тут тоже корзиночка ассорти. Цезарь, опята, печеночка, сыроежка. А здесь, ну вот кроме двух грибов. Один был козляк. Другой был беленький, хорошенький. Здесь чисто императоры в этой корзиночке. Ну, в общем, мы довольны. Второй заход. В моей корзинке попался рейшек, маховички. Один обабок чернейший, хороший. Встретили грибников полные. Корзинки у них были. Но мы уже шли на второй заход. И не зря. Потому что, потому что, смотрите, вот один. И вон там еще два. Рядом маховички. Ну, скорее всего, уже сгнившие. Класс. Мы шли уже с такой надеждой, что, наверное, чуть-чуть совсем найдем. Но я думаю, что найдем мы сейчас опять неплохо. Продолжим свой императорский день. Уже, так сказать, добьем так добьем. Смотрите, какой он. Шикарнейшая нога. Немножко побит, но внутри он чистый. Они, червячки, внутрь особо к нему не пробираются. Хорошенькие. Ну, тут, наверное, уже плохой. А вот эти прям неплохие экземпляры. Рядом козлята. Козлята уже все. Того. Видите, сейчас попробуем обрезать. Посмотреть на их ножки, на их состояние. Чистые. Ну что, в моей корзинке прибавляется. Еще немножко сыроежек я нашла. И, смотрите, еще парочка царских. Понюхаем. Ммм, свежак. Классные. А второй, интересно. Они уже отходят, поэтому многие пахнут нехорошо. Нет, свежачок. Яйцами не воняют. Очередной яичный гриб царский. Смотрите. Вместе с ягодой. Не видно ягодку. В ягодах я особо не разбираюсь. Я их не беру, кроме ежевики. А вот грибы. Это моя страсть. Попробуем срезать. Так глубоко сидит в своем яичке. Ну, ничего. Хорошо пахнет прям. Настоящий грибной запах. Такой вот. Ароматный очень. Кладем. Только что, буквально, недавно совсем. Красавец какой яичный. Царский. Мухомор Цезаря. Желтый с оранжевой шляпкой. Такой яркой. Я надеюсь, ты не старый. Такой прям на солнце запекся. Нет, мне кажется, хороший. Что это? Змейка? Зачем ты пришла? Ты грибов кушала, да? Ты кто? О, какая-то большая. Дай мне тебя посмотреть. Ну, подожди. Э, стой. Эх, уползла змейка. Ладно, хотела вам показать, кто ли медянка, то ли бронзовик. Что-то такое. Гриб можно взять. Змейка, ну прости, ты его кушала, а мы его забрали. Вика говорит, не нашла больше императоров почти на втором заходе. Один только попался. А я кашу. Видимо, не там она ходит, где надо. Смотрите. Шикарный. Шикарный. Спасибо лесу. Похоже, что наше второе грибное путешествие подходит к концу. Большая часть, это, конечно же, сыроежки яичные. И императоры. Вик, ну что там у тебя? Вик, ведерко, да, собрала? И император попался, да, еще? Да, император. И яичные такие. Яичные тоже, да? Сыроежки берешь? Сыроежки, да. Сыроежки хорошие. Ух ты, какой у тебя большой ведерки император. Да, неплохо. Да. Ну ничего, нам идти сейчас вон в ту сторону. Вон туда. Пойдем на выход. Что-то, может, найдем еще. Неужто, неужто такое. Посмотрите. Ого, ежевик и ножом перережь. Вот это гриб. Выкручивай, не срезай. Ого, ого, ого. Смотрите. Она, покажи с той стороны. Ну да, больше, чем лицо. О, старенький. Ну ничего, а ты порежь его ножку, смотри. О, очень чистенький. Я же тебе говорю, он чистый. Там немножко просто губку срезать нужно будет. А внутри он будет чистенький. Ого, как вообще. Ну, классно. Вот получается наш общий итог за два захода. То есть, как видите, да, опять-таки ассорти. Грибы, кстати, на исходе. Очень много очень погибших грибов на жаре. Просто тают, тают, гниют. Это был на этой неделе последний заход в лес. И пока ждем дождя, потому что очень сухо. Лес скрипит от сухости. Ждем дождь, а потом уже идем на разведку. Но мы сегодня очень рады. Времени было много у нас сегодня. Ходили далеко и долго. Но, тем не менее, грибов набрали. Сегодня мы с вами уже будем прощаться. И увидимся в следующем грибном ролике. Спасибо, что досмотрели до конца и погуляли с нами. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok